Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TechMill. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 12 апреля. Представляю вашему вниманию торговый план по парам с евро, британским фунтом и японской иеной. Евро и британский фунт заканчивают свою нисходящую коррекцию и начинают новую фазу восходящего тренда, как и японская иена, которая слабела против доллара США в последние месяцы. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот перед нами евро, который ожидаемый сценарий на снижение так и не реализовал, предполагаемая последняя волна вниз так и не развилась. Пара после локальной коррекции в район уровня 1,1735, лишь немного не дотянув до него, развернулась и начала резко расти, превысив сопротивление на 1,1788, а затем и разворотный уровень на 1,1817. В итоге цена дошла вплоть до уровня 1,1905, чуть ниже которого торгуется в настоящий момент. Предполагаемый разворот вверх все же состоялся. Несколько раньше ожидаемого импульсный рост и уверенное закрепление высшей сигнальной зоны сигнализирует об окончании нисходящего движения и, вероятно, в начале новой фазы роста. А на актуальном графике в данный момент цена зажата между уровнями 1,1905 и 1,1868, где она консолидируется после стремительного роста. Вероятно, текущая фаза локальной коррекции продолжится с ретестом текущей поддержки на 1,1868. Подтверждением намерения на восходящее движение станет отскок из этой зоны, что нацелит пару в область между 1,1957 и 1,1998. Отмена сценария состоится при снижении в область ниже разворотного уровня на 1,1817. А вот британский фунт смог развить нисходящее движение, что позволило ему успешно достигнуть целевую область, верхнюю границу которой на 1,3670 он протестировал. После повторного теста этого уровня цена отскочила от него и начала расти. Таким образом, визуально на ценовом графике формируется фигура, похожая на двойное дно, что может стать сигналом к развороту. На текущем этапе сигнал на разворот пока очень слабый и еще требует дополнительного подтверждения, тем не менее предварительно можно констатировать окончательные нисходящие коррекционные фазы и начало новой фазы восходящего тренда. Ну и вот на актуальном графике определяющим в данном случае станет способность цены закрепиться выше сигнальной зоны на 1,3738, который сейчас служит в качестве поддержки. Подтверждением текущего прогноза станет возможное углубление ниже и последующий возврат над поддержкой 1,3638 с формированием заходного восходящего паттерна, который нацелится в область между 1,3915 и 1,3955. А вот отмена текущего сценария состоится в случае снижения в область ниже разворотного уровня на 1,3670. Ну и наконец японская иена, где ожидаемый рост в паре так и не состоялся. Вероятно восходящее движение на этом могло завершиться, поскольку с момента прошлого обзора цена не сумев развить восходящего моментума начала снижаться, уйдя ниже поддержки на 1,0995. После закрепления ниже нее цена продолжила движение вниз, пробив и разворотный уровень на 1,0937, в районе которого и торгуется в настоящий момент. Вероятное всего цена вскоре окончательно закрепится ниже уровня 1,0937, что приведет к отмене прошлого сценария, таким образом сигнальная зона нарушена, что может стать сигналом к смене приоритета с восходящего на нисходящее. Ну и вот на актуальном графике в данный момент определяющим для дальнейшей перспективы станет прочность закрепления цены в текущей области с пределом в районе уровня 1,0995, выступающей в данный момент сопротивлением. В случае ретеста этого уровня с последующим отбоем от него, пара может развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 1,0845 и 1,0781. А вот отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары выше разворотного уровня на 1,1033. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.